Теперь мы на спорте! Продолжение следует... Мы не так сильно, мы легко прошли. Следующий этап был финал четырех региональный. В общем-то так особо серьезного сопротивления мы там тоже не встретили. Хотелось съездить на Приворский федеральный округ, так как мы в течение года почти не имели игровой практики, кроме вот этих двух соревнований. Но, к сожалению, нас как хозяев финального этапа к Приворскому федеральному округу не допустили. Поэтому мы на финальный этап пришли практически не сыгранными. И без игровой практики. Как раз сейчас перед записью программы успели с Максимом перекинуться парой фраз. Он сказал, что если бы поехали на окружной этап, а он проходил, если я не ошибаюсь, в Ульяновске, то у команды была бы больше сыгранности. Соответственно, первый матч в суперфинале сложился бы по-другому. Ну, я думаю, что да, конечно. Ну, в общем-то, что есть, что есть, что было, как бы сказать, в общем-то, все оказалось нам в пользу. В общем-то, проиграв первый матч, мы поняли, что слабых соперников нет. В общем, более серьезно настроились на остальные игры. И, в общем-то, результат положительный, но можно было все игры выигрывать более уверенно. В первом матче соперником вашей команды были баскетболисты из Перми, правильно, Максим? Да. А чего не хватило для победы? То есть, недонастроились или командной сыгранности не хватило? И тем более, разница в счете достаточно большая была, если я ничего не путаю. Ну, скорее всего, настроя у нас не хватило в команде, потому что, ну, мы не ожидали, что противник был. Ну, я бы не сказал, что он прям сильный, но и не слабый. А мы думали, что, ну, на вот на кустовом этапе у нас легко все матчи давались. На региональном тоже. И думали, что что-то подобное было, оказалось совсем не так. Ну, и полетели и проиграли 20 очков. Ну, в общем-то, мы начали игру довольно уверенно. Был расчет 14-4. Самый большой разрыв был, по-моему, 16 очков. Ну, для начала нужно сказать, что в команде соперника был довольно высокий игрок, 2 метра 8 сантиметров, с которыми мы не так часто встречаемся. Ну, и также пара игроков, имеющих хороший игровой опыт. Ну, команда, которая на федеральном округе сыграла, они очень удачно, не в свою силу. Они, допустим, получили вилкарт, попали на суперфинал только потому, что в связи с коронавирусом, значит, не переехали команды Монголии и Киргизии. Поэтому две команды, в том числе Пермь, получила вилкарт. И достаточно сказать, что они на федеральном округе заняли пятое место. И весьма уверенно, в финале были также пятое. То есть команда не слабая. Есть в баскетболе еще такой термин «пошла игра, не пошла игра». То есть элемент везения всегда в игровых видах присутствует. И когда большой разницы в классе нет, выиграть может иногда соперник, который чем-то и уступает. Какие коррективы пришлось внести после первой игры, после первого поражения от Пермского края? Может быть, Николай Михайлович ушел из раздевалки, оставил капитана команды вместе, ну, наедине с ребятами? Может быть, Максим что-то сказал или Николай Михайлович оставил борозды правления в свои руки, в своих руках? Ну, лично мне пришлось пару пенделей дать. Переведи по-русски, это что такое? Внести коррективы, скажем так. Ну, тоже, да, своеобразные коррективы. Ну, подбодрить все ребята после первого матча, расстроились все. Я думаю, что за дела у нас еще, вон все впереди. Ну, так вот. Ну, в общем-то, видите, всегда важен скаутинг. Ну, для тех, кто не знает, что это за скаутинг, это изучение соперника. В общем, соперника, всех соперников знали очень поверхностно. Здесь я еще раз в очи посмотрел все игры наших будущих соперников. Ну, и большинстве команд, которые принимали участие в финале, так как это соревнование школьное, в общем-то, выделялись, в каждой команде выделялись 2-3 человека. Мне, допустим, у Красноярска вообще один парень там очень желудов, Егор номер 10, всю игру как бы тащил, так сказать, термин такой есть. Ну, пришлось, значит, вот еще раз изучить их сильные, слабые стороны. И во всех остальных играх у нас была примерно одинаковая тактика. Мы старались максимально исключить из игры нападений лидеров команд. Ну, и у нас все время 2, а то и 3 человека играли на подстраховке, а лидеров мы старались держать до мяча, чтобы получить положительный результат. Николай Михайлович, вы уже сказали, что, в принципе, все школьные команды играют примерно одинаково. Примерно одинаково. И сборная, и ваша сборная, Кирово-Чепецкая, тоже играла в основном на Максима. То есть не было опасности, что и ваши соперники будут действовать точно так же, пытаясь закрыть Максима и лишить его мяча и пространства. Ну, я бы сказал так, в целом у нас, по сравнению с другими командами, у нас был небольшой плюс. Мы в предыдущие годы выступали в первенстве России, и у нас, так сказать, человек 5-6 имели больший опыт. То есть у нас все-таки совсем слабых игроков в команде не было. Допустим, в финале Санкт-Петербурга у них три игрока было посильнее, а там четвертый еще, и там уже большой разрыв был у нас же. 7-8 человек, которые выходили на площадку, они, скажем так, игру не портили. Поэтому в этом плане мы имели преимущество. Допустим, когда мы играли с Красноярском, это была довольно важная решающая игра. Нам нужно было выигрывать, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы, минимум 13 очков. Желательно было выиграть больше 20 очков. И когда, допустим, у нас сели два лидера, в том числе Максим Петренко сел, Слава Добровольский, и мы... За пять фаллов сели, мы дальше, в общем, еще какое-то время оказывали, так, игра была ровная, а когда вылетел из игры, опять же, за пять фаллов лидер Красноярской, один человек вылетел, и все, там уже команда сразу полетела, посыпалась. И мы даже доигрывая, можно сказать, второй пятеркой, выиграли около сорока очков. Групповые этапы вы прошли хоть с одним поражением, но заняли в группе первое место. Дальше представили матчи плей-офф. Какой из матчей на вылет оказался самым сложным, может быть, наиболее таким непростым? Ну, я думаю, что с Татарстаном. Это был полуфинал, если я не ошибаюсь? Да, да. Почему именно он? То есть шаг до финала остался, или соперник наиболее сильный? Ну, у них хорошая физическая подготовка, ребята, ну, я даже не знаю, наверное, тоже человек, они четыре у них хорошо играют, ну, и со скамейки могут выйти, заменить. То есть вот это как раз одна из немногих команд, более, так скажем, укомплектованных, где игру делают не один, два, три человека, а так человек семь, восемь играют достаточно ровно. Ну, тем не менее, удалось обыграть Татарстан в полуфинале. С какими эмоциями выходили на решающий матч? Тем более, что финал школьный баскетбольный легион проходил в Кирово-Чепецке на вашем домашнем паркете. То есть, что испытывали, волнение, или, может быть, наоборот, спокойствие, как готовились? Максим? Ну, лично я старался вообще абстрагироваться от этой всей обстановки, чтобы, ну, никакие, эти, не влияли на меня, чтобы ничего не отвлекало от процесса игры. Ну, и ребят тоже говорил, вот тут, давайте, не волнуйтесь, не загоняйтесь, это финал всего лишь, игра не обращает внимания. Ну, конечно, не очень получалось, потому что такая поддержка с трибун, все орут, кричат, и вот, не знаю. Ну, я присутствовал на трибунах, и мне очень понравилось, то есть, это и организация самого турнира финала, и световое шоу, и звуковое сопровождение, и обстановка, атмосфера на трибунах. То есть, я сначала не поверил, что мы находимся в Ледовом дворце, такой получился очень неплохого качества баскетбольный дворец, на время переоборудован, то есть, и вот этот дух баскетбола, он был заметен. Николай Михайлович, насколько было важно не перегрузить ребят психологически и физически перед решающим матчем? Ну, в общем-то, как вы, во-первых, отметили, конечно, сама организация финала, в общем-то, я работаю 40 лет в детском баскетболе, выгодно, пожалуй, за 40 лет, это самое такое хорошо организованное соревнование. Ну, вот, участвую в Перенце России, мы как-то, ну, вот я как тренер чувствую обыденность этих соревнований, так как организаторы проводят там Перенце, допустим, в России, по 10-12 возрастам все проходит. Ну, так, довольно прозаично, прозаично здесь же, значит, ну и, во-первых, организаторы постарались, были привлечены большие и материальные, технические средства, людские ресурсы. И, конечно, вот у меня сложилось точно такое же впечатление, что мы не с детьми играем на российских соревнованиях, а как минимум, либо мы приехали на какие-то крупные международные соревнования, либо мы чуть ли не команда мастеров, которые играют в финале Перенца России. И, в общем-то, это, конечно, положительные моменты. Ну, я несколько боялся, что такая атмосфера сколывает детей, но к моему удовлетворению, в общем, ребята, несмотря на то, что непривычный зал, непривычная атмосфера, в общем-то, начали, хорошо начали играть в свою игру, но у нас есть такой нюанс, большинство выпускников у нас в команде, и последние два месяца, не считая последних двух недель, мы тренировались, скажем, из рук, вот вам плохо. За исключением трех-четырех человек у нас некоторые, ну, ходили в лучшем случае раз в неделю, поэтому мы физически были не готовы. Все игры, без исключения, может быть, с Татарстаном, мы еще первую половину как-то равных играли, а так мы всех легко обыгрывали, потом не хватало физической подготовки, не хватало замен, и постепенно соперник выравнивал игру. Ну, вот, здесь даже эмоционально больше всего ребята я видел, были немножко, так сказать, обескуражены в первой игре, уже на первую игру с Пермью, за нас приехало много болельщиков, ребята с мужской командой «Уралхим», за которую у нас игра три лидера, это Максим, Слава Добровольский, Никита Сузонта, и для некоторых, вот, допустим, для Славы, я видел, что было такой эмоциональной нагрузкой, вот, может, поэтому мы в первые игры, в первый день не смогли показать хороший уровень. Но для нас было легче, чем для Санкт-Петербурга, по какому плану, все игры, вот, мы когда играли, за нас было много болельщиков, и когда мы подошли к финальной игре, вот, на нас, мне кажется, вот эта эмоциональная нагрузка подействовала меньше, чем на команду в Санкт-Петербурге. Помимо того, что сборная Кирово-Чапецка стала победителем турнира, Максим был признан лучшим легким форвардом турнира, и получил путевку в тренировочном лагере у баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Максим, пару слов вот об этом тренировочном лагере, насколько он сложный, с кем пришлось, приходилось тренироваться, ну, и как оценишь вот поездку в Нижний Новгород? Ну, весь тренировочный лагерь у них проходил на закрытой базе под Нижним, море спорта называется. Вот, они там тренировались двумя составами, и дюблом, и молодежкой. Меня отправляли тренироваться с молодежкой. Там проходило две тренировки в день, первая с девяти до двенадцати, потом обед, отдых, и вечерняя там с пяти примерно до семи. Нагрузки очень сильные, я таких не испытывал. Ну, оно понятно, это полупрофессиональная уже команда, можно сказать. И, в принципе, первый день был очень тяжело, потом уже так адаптировался, и нормально было. А что сейчас, какие планы у тебя на спортивную карьеру? Будешь продолжать дальше заниматься баскетболом? Да, буду. Вот сейчас как раз поступил в колледж, ой, фу, в какой колледж. Сейчас поступил в университет Вятгоу, у нее есть студенческая команда, и буду выступать за нее. Мы как раз когда договаривались на запись программы, ты сказал, что в день записи у тебя будет тренировка. Насколько часто тренируетесь? Ну, и есть ли кто-то еще из чипецких ребят, кто вместе с тобой пополнил состав баскетбольной команды Вятгоу? Так у нас тренировки проходят каждый день, помимо выходных. Вот, не знаю, честно, как с первого сентября будет, но это будет зависеть от какой, в какой лиге мы будем играть. Со мной поступило три человека. Каширин Кирилл, он поступил в колледж на спортфак, Слава Добровольский как раз тоже на спортфак, ну и Леша Пермяков, он там на инженера какого-то. Но, тем не менее, все вы будете тренироваться и играть в составе баскетбольной команды. Ну, скорее всего, да. Николай Михайлович, вы уже сказали, что ваш тренерский опыт насчитывает 40 лет. Вот команда, в которой капитанил Максим Петренко, она самая талантливая за все ваше время? Ну, скажем так, одна из самых хороших команд. Хотелось бы проблему озвучить на встрече с губернатором Кировской области. Я этот вопрос поднимал. В общем-то, у нас сейчас в Кировской области нет мужской команды, которая играла бы на всероссийских соревнованиях. Если лет 10-12 назад у нас были две команды мастеров, потом из-за финансовых проблем этих команд не стало. Последние несколько лет, в общем, отдушиной для взрослого баскетбола была команда Вятского государственного университета, которая играла в высшей лиге студенческого баскетбола. К сожалению, время нашей программы быстро закончилось. Очень мало успел о чем расспросить. Еще много вопросов осталось. Я напомню, что сегодня гостями программы «На спорте» был тренер чепецких баскетболистов Николай Михайлович Елькин и капитан команды, которая победила в суперфинале школьной баскетбольной лиги Максим Петренко. Большое спасибо.